МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов, готовы рассказать о главных событиях этого вторника. Это новости дня. Здравствуйте. Вот какие темы вас ожидают в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Печальная статистика. За последние сутки скончалось еще два пациента с диагнозом ковид-19. Разделили не только дорогу. Жители пригородного Оренбурга в недоумении, почему на шоссе закрыто место разворота. Вход подорожал. Чтобы искупаться в соленых озерах, придется заплатить на 100 рублей больше. Форма, ранец и пенал. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Лучший цветник. На ОРТ подвели итоги конкурса. Поздравляем победителей и дарим подарки. НОСТА отменил матчи. В команде несколько игроков заразились коронавирусом. И начинаем с новых данных по ковид-19 в регионе. К сожалению, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодня в Оренбурге уже 57 летальных случаев. Всего же за сутки выявлено 104 человека с ковид-19. Таковы данные Федерального оперативного штаба. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии уже перешло в 8-тысячный рубеж. На сегодня борются с инфекцией 1610 оренбуржцев. К другим темам. На Донгусском полигоне в Оренбургской области начались масштабные общевойсковые учения. Об этом сообщают в Центральном военном округе. Участие принимают более 12 тысяч военнослужащих, а также 3 тысячи единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов. Стартовали учения на четырех полигонах Сибири и Поволжья. Главная задача – отработка совместных практических действий в едином замысле. Они пройдут на полигонах в республике Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях. Задействованы мотострелковые и танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии противовоздушной обороны. Завершить учение планируют 14 августа. Поворота больше нет. На горячую линию ОРТ обратились жители Кроны. На прошлой неделе на трассе убрали разворот. Он позволял транспорту заезжать на территорию поселка. Теперь, чтобы людям добраться до города или Неженки, нужно преодолевать несколько километров пешком. Из-за таких новшеств автобус 158 маршрута перестал заезжать на территорию населенного пункта. От этого страдают жители Неженки, Ясные Поляны, Золотого квартала. Кто виноват и что делать? В проблеме разбирались наши корреспонденты. Я проживаю в Кроне. Теперь добраться, чтобы до Неженки, я ежедневно езжу в Неженку. Мне нужно добраться, дойти пешком до автосалона или до перекрестка, где пригородный. Уже неделю Елена Еремина гадает, как теперь она будет добираться до Неженки. Внуки в сад не ходят, а детям нужно работать. Без помощи бабушки не обойтись. Но ежедневно преодолевать путь в 3 километра ей не под силу. А причина вот в этом ограждении. Оно появилось здесь в понедельник, 3 августа. Из-за этого страдают и жители других поселков. Хотя, знаете, по прямой мне до Неженки километр, теперь я должна проехать 15. У нас в Неженке аптеки, магазины. Здесь у меня в поселке нету даже магазина. Сообщение между обеими частями пригородного, сообщение между Неженкой. А если из Неженки вызывают скорую, ей нужно как ехать-то? Уехать из Кроны проблематично и на общественном транспорте. Водители 158 маршрута, который заезжал в поселок, теперь отказываются это делать. Как отмечает перевозчик, слишком дорого. Если раньше он мог развернуться на этом участке дороги и продолжить свой путь в Неженку, то теперь он сначала должен добраться до перекрестка в районе пригородного. Схему мы теперь будем нарушать, получается, действующую. Потому что у нас подписаны схемы именно здесь, разворота. Получается, многие водители не хотят ездить до светофора, так как они, получается, свой график нарушают. Ежедневно мы с Кронова возили 200-300 человек. Сейчас эти люди, я не знаю, бедные люди на самом деле. Что они сейчас будут делать? Это скажется на тарифе. Проезд может подорожать сразу на 10 рублей. Жители в отчаянии, ведь перебежать оживленную скоростную трассу, чтобы попасть на остановку, небезопасно. Чтобы не рисковать жизнью и не переходить через четырехполосную магистраль, местные жители придумали свой оригинальный способ. Эту сточную трубу они приспособили под пешеходный переход. Идти здесь не очень комфортно, зато безопасно. Как говорят оренбуржцы, это их настоящая дорога жизни. Оренбуржцы настолько отчаялись, что организовали стихийный митинг. На встречу с жителями прибыл и представитель администрации пригородного сельсовета. Пригородный сельсовет отношения к этой дороге не имеет. Данная дорога перешла в Упор до Руфа. И теперь она федерального уровня дорога. Нас они не уведомили. Жители и администрация пришли к общему решению написать коллективное письмо федерального управления автодорог при Уралье. Именно это ведомство инициировало перекрытие данного участка. Аналогичный запрос направила редакция ОРТ. Мы продолжим следить за непростой ситуацией в ближайших выпусках новостей. Анонимых Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Экс-глава города Оренбурга выслушает приговор 12 августа. По данным пресс-службы Ленинского районного суда Оренбурга, предположительное оглашение займет два дня. Разбирательство по уголовному делу Евгения Арапова завершилось 5 августа. Своей вины обвиняемый не признал. Адвокат в ходе разбирательства настаивал на том, что не было установлено прямых доказательств виновности бывшего градоначальника. И просил суд полностью оправдать подсудимого по всем предъявленным статьям. Напомним, Арапов обвиняется в получении взяток, а также в незаконном предпринимательстве. Прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на 10,5 лет и штрафу в размере 150 миллионов рублей. Водители России ждет ряд изменений, которые вступают в силу в последний месяц лета. Все подробности прямо сейчас. С 24 августа заработают поправки в закон об ОСАГО по индивидуальным тарифам. Базовая ставка перестанет быть одинаковой для всех владельцев машин на одной территории и будет определяться страховщиком. Недисциплинированные водители авто заплатят по повышенному базовому тарифу, а ответственные получат скидку. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км в час, выезд на встречку и управление машиной в нетрезвом виде. Но все это страховщики будут учитывать при условии, что нарушения зафиксированы сотрудникам ГИБДД. Штрафы с камер на цену ОСАГО влиять не будут. Кроме того, в России будут штрафовать водители, у которых не окажется диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Размер штрафа составит 2000 рублей. Возить с собой карту не нужно. Инспекторы ДПС будут определять нарушителей по базе данных, в которой содержится информация о сроках прохождения техосмотра. Если у автомобиля срок действия техосмотра истек, водителя штрафуют. Госавтоинспекция начала выдавать права нового образца. Единственное, что в них поменялось, название документа водительское удостоверение перевели на французский и английский языки. Новый вид документа позволит без всяких проблем нашим автомобилистам путешествовать по странам, подписавшим Венскую конвенцию о дорожном движении, даже не получая так называемого международного водительского удостоверения. Татьяна Штылер, Владимир Зволинский, Новости дня. От наземного транспорта переходим к воздушному. Спрос на этот вид перевозок растет. Авиарынок начал восстанавливаться после вызванного коронавирусом весеннего обвала. Наметившийся позитив аналитики объясняют постепенным открытием границ и снятием карантинных ограничений в ряде стран. Так, в июле 2020 года пассажиропоток Оренбургского аэропорта вырос на 23 тысячи человек по сравнению с июнем и составил 46 тысяч человек. Из аэропорта города Оренбурга выполнено 344 вылета, что на 45 больше по сравнению с предыдущим месяцем. На рейсах перевезено 103 тонны груза. Показатель также вырос. По итогам июля количество вылетов является лучшим с начала года, поясняют в пресс-службе аэропорта Оренбург. Ранее максимальное количество рейсов было отмечено в марте 2020 года – 318 единиц. Аэропорт города Орска также увеличил количество пассажиров в июле – до 9 тысяч человек. Это почти в два раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. В целом же, по данным Международной ассоциации аэропортов, трафик воздушных перевозок в июле 2020 года заметно превзошел все ожидания. Представители отрасли прогнозировали минус 65% от прошлогоднего уровня. Но фактически объем снижения пассажиропотока в Оренбургской области составил всего 40%. Вход на соленку подорожал. Солилецк курорт поднял цену входного билета до 250 рублей. Ранее такой тариф действовал только в выходные и праздничные дни. В будние можно было попасть на соленые озера за 150 рублей. Теперь же действует единая цена. Как сообщает представитель курорта, повышение тарифа – вынужденная мера. Таким образом, планируют регулировать поток туристов. Это новости дня. Далее в программе вы узнаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Форма, ранец и пенал. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Лучший цветник. На ОРТ подвели итоги конкурса. Поздравляем победителей и дарим подарки. НОСТА отменил матчи. В команде несколько игроков заразились коронавирусом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. Жилье на вторичном рынке оказалось популярнее новостроек. Такие данные приводят аналитики крупного сервиса продаж недвижимости. По их подсчетам, в среднем только около 30% всех сделок по стране приходится на первичку. Так, в северной столице в первом полугодии 2020 года на первичном рынке было совершено 49% от общего числа сделок. Это самый высокий показатель по стране. На втором месте находится Москва, где 45% от общего числа сделок пришлось на новостройки. На третьем месте Якутия. На четвертом – Краснодарский край. Самая скромная доля сделок на первичном рынке оказалась в Чечне. Здесь среди общего числа покупок недвижимости на новостройки пришлось всего 6%. Большая часть сделок на первичном рынке связана с программой льготной ипотеки, которая дает возможность купить квартиру под 6,5% годовых. И теперь о ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка сейчас на вашем экране. До начала учебного года осталось три недели, и школьные ярмарки уже работают активно. По предварительным подсчетам родителей оренбургских школьников, чтобы подготовить ребенка к занятиям, необходимы немалые средства. Хотя продавцы уверяют, цены остались на прежнем уровне. Как не переплатить и на какую сумму стоит рассчитывать, узнала моя коллега Анастасия Кубатко. Там должны быть бантики, кармашек, буголички. Собрать юную модницу в первый класс – задача неспросты, говорит мама Инна. И пусть требования к форме в школе жесткие, синий сарафан и белая блузка – детали. Будущая первоклассница выбирает придирчиво. Есть из чего. Ассортимент на школьных базарах широкий. Первоклассница присмотрела сарафан, платье и две блузки. Это минимум на первое время. Общая стоимость покупки – 3000 рублей. Родители говорят, готовы своим детям купить все самое лучшее. Но вот ценники на школьную форму далеко не детские. Ну это в школьной форме. Блузка, юбка. Цены очень у них интересные. Я помню, что 5000 отдавал, по-моему, сдачи не давали. У многих школ примерно одинаковые требования к форме. По цветовой гамме и моделям. Производители ориентируются на большинство. Поэтому, как правило, проблем с выбором вещей черного, синего и серого цвета нет. Самое сложное, говорят родители, покупка канцелярии. Тут глаза детей разбегаются. Блестящие обложки, тетради с любимыми героями. Поэтому мама действует по старинке. Большинство со списком приходит. Стараемся, чтобы угодить, не упускаем клиентов. Уступаем очень хорошо. Продавцы уверяют, цены остались на уровне прошлого года. Цены доступные абсолютно. Рюкзаки можно, в принципе, от тысячи хороших уже рюкзак купить. Мы посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу. Берем в расчет средние цены. Школьная форма на девочку обойдется в 5000 рублей. Примерно так же и на мальчика. Спортивная одежда и обувь – 2000 рублей. Смена еще столько же. Ранец – 1000 рублей. За концтовары по самым скромным подсчетам придется отдать столько же. Добавляем в эту калькуляцию мелкие расходы. Итого около 13 тысяч рублей. И это на одного ребенка. Еще одна статья расходов – учебные материалы. Многие школы учебники предоставляют, а вот рабочие тетради приходится покупать сами. Цены варьируются от 500 до 1000 рублей. Все зависит от статуса школы и уровня образовательной программы. Руку помощи муниципалитета готовы протянуть малообеспеченным и многодетным семьям. Ежегодно для них организуют благотворительные акции. Все неравнодушные могут принести для школьников концтовары, одежду или пожертвовать определенную сумму. А главный совет родителям, которые собирают свой чадо в школу – покупать много сразу не стоит. Как правило, в сентябре, октябре и концтовары и вещи можно будет купить с хорошими скидками, говорят продавцы. Анастасия Кубатко, Семен Воробьев. Новости дня. Теперь о спорте. Старт Носты откладывается. Первые матчи новотроицкого клуба в первенстве профессиональной футбольной лиги отменены из-за пандемии коронавируса. В соответствии с правилами турнира, все участники за три дня до предстоящего матча сдают тесты на ковид. У нескольких игроков Носты диагностируются заражения, и Роспотребнадзор накладывает запрет на проведение стартовых домашних встреч чемпионата России с Барнаульским «Динамо» и Новосибирском. Команда отправляется на карантин, и согласно регламенту ПФЛ, отмененные игры будут засчитаны как технические поражения. Носты со старта получает два проигрыша. Под вопросом и матч Кубка страны с Челябинском, назначенный на 19 августа. Ну а сейчас время нашей новой рубрики «Мастера Оренбургского спорта». Известные спортсмены, их увлечение и путь успеха. Обо всем этом и не только знает наш спортивный обозреватель Анатолий Юденич. И он уже готов с нами поделиться самым интересным. Я передаю слово моему коллеге. Тяжелая атлетика в нашей области издавна входит в число базовых, то есть приоритетных видов спорта. Да и как может быть иначе, если в Оренбурге живет и тренируется штангист Павел Суханов. Многолетний лидер российской тяжелой атлетики в легкой весовой категории. При собственном весе 60 килограмм толкать штангу в полтора центнера – работа не из легких. Суханов – мастер спорта международного класса. Многократный победитель чемпионатов и Кубков России, первенств Европы. Практически ежегодно входит в список лучших спортсменов Оренбургской области. Несмотря на далеко не юношеский возраст – 32 года, Павел по-прежнему в обойме. В нынешнем феврале в Петербурге Суханов уже в шестой раз стал обладателем Кубка страны, победив молодых и талантливых конкурентов. А всего этого могло не быть. Случайно получилось. У нас просто… Я жил в сельской местности, и как бы особо других занятий не было, секция. Был футбол, и вот появилась тяжелая атлетика, и как-то она мне запала в душу и понравилась. Ну, чтобы бросить, голову не закрадывались. Травмы, естественно, были, и сейчас они присутствуют всегда. Но как бы это все проходит, заживает. В 2001 году в школе села Никольское Сокмарского района 12-летнего паренька случайно приметил наш авторитетнейший тренер Валерий Сергеевич Лаврухин. И это стало счастливым стечением обстоятельств для оренбургского и в целом российского спорта. Зашел на урок физкультуры и увидел двух мальчиков, которые сидели на скамейке. По физическим данным, они к моему еду спорта подходили. Начались постоянные тренировки, усердия, желания. После этого начались небольшие, а потом и большие результаты, победы, чемпионаты. На соревнованиях Суханов стартовал с бронзы Всероссийской спартакиады школьников. А всего через три года после начала занятий дебютировал на первенстве Европы в Норвегии, где занял первое место с двумя новыми рекордами турнира. После этого побеждать на первенствах Европы стало для нашего штангиста привычным. В 2011 году в Бухаресте он выиграл, показав 126 килограмм в рывке и 163 в толчке, на целых 17 килограмм обойдя ставшего вторым соперника из Болгарии. Еще у Суханова бронза первенство мира. А с тех пор, как он стал соревноваться среди взрослых, только в чемпионатах России. Шесть золотых медалей, одна серебряная. И Павел по-прежнему мотивирован. В свободное время есть, там пару дней в неделю, но ничем не занимаюсь, отдыхаю. Наверное, уже сейчас вообще не смогу без тренировок, как бы это уже в крови у меня. Здоровье более-менее еще хорошее, так что я думаю еще поподнимать смогу. В этом пандемийном сезоне были отменены все турниры, в том числе апрельский чемпионат Европы в Москве. На карантине пришлось вести самоподготовку дома. Ну а сейчас, на базе школы Олимпийского резерва, под руководством своего тренера Евгения Панферова, Павел приступил к полноценным тренировкам. Уже через неделю Суханов отправится в Грозный, на очередной в своей карьере чемпионат России. И настраивается только на первое место. Лучший цветник Оренбуржья. Конкурс для своих подписчиков телеканал ОРТ проводил в социальных сетях. Главное условие – красивая цветочная композиция, выращенная своими руками. И сегодня подводим итоги. Три участника, которые заняли призовые места, получили памятные подарки. Мне очень хочется сегодня вас поздравить. Вы заняли первое место в Подгородне-Покровской средней школе. И весь участок усиливано цветами. Вам в подарок от ОРТ – красивая серебряная брошь. Поздравляем вас. Герберы, георгины, бархатцы – это и многое другое можно увидеть не в Ботаническом саду, а в Подгородне-Покровской школе. Именно она становится победителем конкурса ОРТ. За эти цветочные композиции проголосовало больше всего оренбуржцев. Директор школы признается – заслуга не только коллектива. В этом году вся Подгородняя Покровка подключилась к нашему цветнику. Звонили неравнодушные люди и предлагали свои цветы многолетние. Красивые ромашки, красивые герберы и так далее. То есть это замечательное, такое сплоченное дело было в этом году. Наверное, всем было скучно сидеть дома летом. И все решили помочь нам организовать замечательный цветник. Счастливое лицо и радость в глазах. Памятные подарки от наших партнеров получают и те, кто по результатам голосования занял вторые и третьи места. И вам в подарок вот такой прекрасный набор капкейков. Очень сочный, очень вкусный, очень красивый. От Сатья Амбартумян, который сегодня нам их предоставил. Цветник семьи Иванец также порадовал оренбуржцев необычными и яркими композициями. На участке Татьяны и Николая красуются не только цветы, но и самодельные лебеди. А также растения с разных уголков страны. Помогают цветникам и соседям. Хотелось, чтобы люди увидели все это и как бы начинали тоже около своих домов, где нет цветников, немножко интересоваться и заниматься этим. Ура! Сегодня будет чаепитие с соседями по дому. Заслуженное третье место получает цветник дома по улице Лобужского, 14. Там жители всех подъездов общими усилиями облагораживают придомовую территорию. Но на этом наши розыгрыши не заканчиваются. Подписывайтесь на официальную группу ОРТ и принимайте участие в новых конкурсах. Подарков хватит на всех. Следите за информацией в наших социальных сетях и выигрывайте. Анастасия Кубатко, Игорь Бероев. Новости дня. 12 августа состоится жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных мероприятий. Жеребьевка состоится в 11 часов 30 минут в здании номер 2 правительства Оренбургской области по адресу город Оренбург, улица 9 января, дом 64, в малом зале здания Агропрома. А эфир состоится на телеканале ОРТ и радиоканале «Милицейская волна». Также в среду в 17 часов по адресу город Оренбург, улица Чкалова, 16, дробь 2, состоится жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов на основании поданных заявок зарегистрированных кандидатов. Заявки принимаются до 10 часов 12 августа 2020 года. И в завершении выпуска информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ 12 августа в областном центре и в селах Оренбургского района будет ограничена подача электроэнергии. С 9 утра и до 17 часов света не будет в отдельных жилых домах Оренбурга. Будьте внимательны, точные адреса сейчас на вашем экране. В это же время без электричества останутся поселки Южный Урал, Никольская, Самородово и Архангеловка. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 98-48-48. На этом все. Смотрите новости дня и следите за развитием событий, в том числе и на официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова